всем привет сегодня начинаем ремонт пола в бокс димончик он с орудием труда короче срываются срывается потому что шесть лет прошло многое многое испортилось по полу за такие моменты которые просто надоели подметешь нормально в боксе ничего не сделаешь как быть сам-то пол там снизу целый просто получилась вот это вот верхняя херовина по планам сделать следующее поднять весь уровень пола сантиметров на 5 так чтобы у меня была разница между уровнем в боксе и уровнем на улице хотя бы сантиметров 3 тут это же поводу переливать потому что вода зараза чуть чуть подтекает и зимой ворота могут примерзать вот такая джопа то есть мы поднимем в боксе уровень примерно вот по по порог у меня день начался с ранения себе под глазом порезал причем так нормально порезал проволокой типа типа я на больничном буду а димон будет работать димончик ладно я шучу тоже будем помогать здесь дня на три у нас работает сегодня мы сдираем пол может быть что-то поставим по маякам я он печку разобрал кстати печка печка работала сколько то наверное четыре зимы точно поработала не так уж и много в ней на стенках и ни разу трубах трубах то есть конечно но не так много как я думал вот тоже потом снимем дочистим ничего так неплохо мы ломаем за 20 минут до ломать но не строй листами просто какие места листами снимаются часть держи свой хрен от колупай а часть прям ляпают коржами ненадежно оказалось это покрытие хотя сверху заливки сделал такую протяжку клеем для флютки с сеткой и она местами буквально следующий год у меня поднималась часа за три где-то расковыряли пол все повымывали повыдували повыметали прочищали солидолу тут вымыли даймеров несколько раз теперь у нас есть пруты этот пруты двенадцать может быть 14 короче у жарика у жарика у кого забора чё спер то спер с его разрешение 5 прутов таких у меня есть этого зала заходит они по 9 метров сейчас чем мы делаем я кладу один прут допустим здесь вдоль края мне к самому краю не надо из штаблю через каждый метр по отверстию вдоль прута туда загоняю огрызки такого же прута и буду приваривать делать уровень короче это будет у меня маяками то есть отступаю тут потом отступаю метра наверное полтора вот такой сектор прут метра полтора прут и там тоже прут это это вот так или даже вот так чтобы удобно было работать правилом разгонять занимаемся штробимся заканчиваем на сегодня первые полдня работы что мы сделали так димон поснимал все и убежал все хватит мы с сынком бурили бурили клали клали сетку вязали вязали так вязали чтоб пальцем просто капец столько тут узелков этих мать их за на но на того конечно стоит такой монолитный кусок когда начнем заливать мы сетку по подвязываем вот так вот под центра не надо там где будет лежать она подложим камушки или какие-то досточки чтобы она на полу не лежала вся сетка как бы висела в воздухе вывешены также по планам завтра поищу трубки сделала пару якорей для зацепления анкера короче в пол что такое на будущее посмотрим будет получаться или нет сделать растяжку для споттера и чем может завтра уже начнем заливать но так это под вопросом пока что мы сегодня приостановлюсь и действие 5 у нас подготовка второго дня полным ходом идет выбивать забиваем полы чтобы не было крупного мусора потом мелкий мусор ждуем и так прогрунтоваться еще и мы в принципе готовы заливаться кое-где надо еще прибить привязать сетку привязываем к маяку и где-то пупырщица забиваем гвоздь чтобы сетка не торчала но есть куча песка огромная куча щебенка небольшая бетонная мешалка и 8 рук с 8 рук мы сейчас и будем это дело делать сейчас часа сколько у нас часа 2-30 посмотрим на сколько мы заканчиваем бокс мы начали процесс здесь уже 4 мешка по 25 килограмм цемента сейчас настраиваемся на то какой у нас должен быть раствор потому что со старта сильно жидкий дальше сильно густой и очень много щебня дальше более-менее но много воды мы половину разлили и вот наконец-то вышли на нормальную пропорцию когда тянется ровно хорошо есть вода и так далее здесь я планирую еще один стол поставить мало 1 поэтому часть закройте косяков и ну и само собой чем все жидким стеклом надо будет протянуть когда все высохли вот такого рода конечно косячины есть теплого пола нету потому что уже и комментарии в контакте насыпали и так теплый пол не делаю по нескольким причинам первое очень много тепла на себя дополнительно потянет тарас 2 в принципе температура ставит конечно круто когда пол теплый и 3 это хрена знаешь у нас что будет стране поэтому вкладываться просто не хочется эй как мы за пять часов залились то не корси вот этот стык это мы завтра с утра будем делать потому что сейчас она просохла вот аккуратненько еду к крану потому что вот это все нужно заливать несколько раз водой еще мокрое отключаемся к системе и заливаем все это дело водой капельным таким способом главное намочить хреново зачем я не строительный местами мочить дверь надо мочить хорошо я прямо сюда слышу как он пьет воду реально пьет воду цемент так это сделали сейчас потом перед тем как уходить отдыхать еще раз полью с утра встану и пойдем сухой цемент растирать что-то на железнитель и короче что-то железнь по-моему что второй день заливки я прошел по боксу не показывал сейчас камеру там запечатал короче ситом вот так вот протрусил вот так вот вот так вот протрусил весь бокс цементом здесь пока свежие тоже вот так вот вот так вот делаем притрушиваем но я же видишь сильный желтым делает сказали сделать надо сделать проще почти мешок цемента так рассыпал 25 килограмм по боксу думаю этого достаточно будет потом по планам пару дней сушки и проливки это все дело водой и пропитка всего этого жидким стеклом все цементацию или как она там правильно называется последний этот слой присыпочный короче доделал высыхает она сейчас все будем мочить где-то 2-3 дня заливать всю водой чтобы ничего тихо тихо чтобы ничего не сохла не трескалась и потом после истечения этих трех дней заливки водой где-то неделя просто сушки я как раз подбил работу так что мне бокс как бы и не нужен где-то через неделю аж будем обрабатывать все жидким стеклом это отдельно видео сделал по жидкому стеклу посчитаем сколько у нас расход на все это дело убрала кстати вытяжку из бокса больше у меня ее не будет я и почти никогда не пользовался в дальнейшем тут будет дверь вход в камеру камера на всю длину гаража но это возможно даже не в этом году теплый пол мне уже говорил что по нескольким причинам не делал это первое большой очень затраты газа потому что я в основном газом топлюсь во вторых одно помещение на одну машину да хорошо конечно можно и лечь на теплый пол ну короче посчитала сейчас не хочу этого делать и если буду делать у него это боксе а там когда-нибудь там запланирован бокс огромный вот там уже можно подумать о теплом поле отдельно антифризе вот тогда это будет интересно но здесь здесь пока так и оставляем все на этом все всем спасибо за внимание всем пока